Вариант non-GCB, то есть ABC, более агрессивен, и выживаемость у этих пациентов хуже. Но это то, с чем мы имеем в виду. Сейчас на подходе, и уже пару лет назад были описаны две новые молекулярно-генетические классификации диффузной белковно-клеточной лимфоны. Одна классификация была предложена нашими германскими коллегами. Она выделяет четыре различных подгруппы диффузной Б-крупно-клеточной лимфомы. Эта классификация основана на наличии каких-то общих мутаций молекулярных аберраций. Например, подтип MCD подразумевают объединение лимфом, где есть экспрессия МИД-88, CD-79Б, БН2 — это BCL6 и НОЧ2 мутации, Н1-НОЧ1 мутации и EZB, соответственно, тоже две определённые мутации. Обратите внимание, что вариант MCD, БН2 и Н1 относятся к ABC-типу, то есть самый плохой вариант диффузной Б-крупно-клеточной лимфомы на самом деле подразделяется ещё на несколько подвариантов согласно этой классификации. И с правой стороны вы видите кривые выживаемости в зависимости от каждого из этого подварианта. И, например, вариант БН1 проявляет себя очень и очень неплохо с точки зрения выживаемости, не хуже, чем вариант GCB. Таким образом, гетерогенность на молекулярном уровне ещё более выражена. Вторая классификация, о которой шла речь на конференции европейской, которая только что закончилась, очень хорошая подробная была лекция представлена. И пару слайдов из этой лекции я вам покажу, которые были показаны. Это молекулярно-генетическая классификация тоже диффузной Б-крупно-клеточной лимфомы, где выделяется пять различных кластеров. И также они относятся как к варианту ABC, так и к варианту GCB. Например, кластер 1 наверху обведён фиолетовой рамочкой. Кластер 1 относится к ABC-варианту. Есть в этом кластере BCL-6, структурные различные варианты, и НОЧ-2. И этот вариант имеет очень хороший прогноз, хотя он относится к ABC. На кривых выживаемости вы видите, соответственно, эту кривую. Кластер 2. Сюда относятся пациенты как с ABC, так и с GCB-вариантом. Исходя из клеточного происхождения. И интересно, что к этому кластеру относится биолельная инактивация белка TP-57 и потеря, может быть, даже 17P, что, как правило, ассоциируется в большинстве случаев с плохим прогнозом. Но в данной классификации показано, что есть ещё более худший прогноз, а этот кластер отличается промежуточным прогнозом. Кластер 3. Это преимущественно GCB-клетки, но это очень плохой прогноз. В этом варианте есть мутации BCL-2. И интересно, что ингибиторы BCL-2 могут оказывать положительный эффект именно при этом варианте. Поэтому молекулярная генетическая квалификация на самом деле очень важна. Кластер 4 чётко относится к GCB-вариантам. Для него характерны различные мутации в различных генах, но они отвечают, как правило, за ускользание от иммунного надзора. И здесь предстоит ещё выяснить, какие препараты будут эффективны при этом варианте. Кластер 4 ассоциируется с хорошим прогнозом. И кластер 5, самый плохой вариант, относится к ABC-варианту. И тут есть дополнительный генетический материал 18Q и экспрессия BCL-2 и MALT-1. Таким образом, да, ещё что тут хорошего, интересного можно отметить, касающиеся дабл-хит и трипл-хит лимфо, что мутации гений МИК, BCL-2 и BCL-6 встречаются абсолютно во всех кластерах, представленных в этой молекулярно-генетической квалификации. Поэтому деление на дабл-хит и трипл-хит лимфомы и лимфомы, которые не имеют таких поломок, на самом деле не столь однозначно. И, может быть, поэтому мы видим гетерогенное течение и в дабл-хит лимфомах тоже. Ещё важный момент — это выделение различных мутаций в гене МИД-88. Не все они ассоциируются с плохим прогнозом. И вы видите, что в кластере 5, который ассоциируется с плохим прогнозом, имеется совершенно определённая мутация МИД-88, а в кластере 1 этой мутации нет. Таким образом, действительно, для нас очень важно в будущем будет, когда этот метод приобретёт более рутинные какие-то черты, мы сможем основывать своё лечение индивидуально, персонифицированно, в зависимости от того, какой вариант по молекулярно-генетической квалификации будет выявлен. Сейчас мы пока ещё не можем использовать молекулярно-генетические квалификации, они только-только появились. Но доказательством того, что они нам нужны, являются попытки провести более 15 различных вариантов лечения с добавлением в первую линию терапии КЧОП различных препаратов. Добавлялся и ибрутиниб, и бортозамид, леноледоамид. Менялись режимы РЧОП, например, РЧОП-14, РЧОП-21. В первой линии проводилась РЧОП и аутологичная трансплантация гемопоэтических сплавок клеток. Менялись различные СИГИ-20 монокональные антитела. И тем не менее результат один и тот же. Это ещё раз подчёркивает, что нам необходимо более детально определять конкретные поломки у конкретного пациента. До сих пор терапия РЧОП уже 20 лет остаётся стандартом, а терапия РЧОП мы существуем с вами более 45 лет. Но тем не менее кое-что новое появляется и в терапии первой линии. Так, по крайней мере, два исследования показали обнадёживающие результаты. Первое исследование – это дополнение к терапии РЧОП и ибрутиниба. Я не буду вам показывать это исследование. У молодых пациентов имеется тенденция к лучшей выживаемости пациентов. И второе исследование – это добавление иммуноконъюгата полотузумаба к терапии РЧОП. Только в терапии РЧОП произошла замена. Точнее, не замена, а венкристин изъят из этой схемы для того, чтобы не усугублять нейротоксичность, которой обладает также и полотузумаб. И вы видите, что результаты очень и очень обнадёживающие. Однолетняя выживаемость без прогрессирования составляет 91%, а общая выживаемость – 94%. Сейчас мы ожидаем результатов рандомизированного исследования третьей фазы под названием полярекс, где вновь предложенная схема в первой линии с полотузумабом для лечения диффузных B-крупноклеточных лимфом будет сравниваться с классической терапией РЧОП. Пока мы не знаем окончательно этих результатов. Переходя далее к рецидивам и рефрактерным формам, где в основном используются все новые препараты, иммунотерапия, можно сказать, что примерно 30% пациентов, может быть, 35% и даже 40% пациентов будут нуждаться в какой-то иной терапии, в терапии второй линии. До настоящего времени стандартной такой второй линии терапии является высокодозная химиотерапия с аутотрансплантацией. Причём в 90-х годах с помощью такого подхода мы излечивали 50% пациентов, а в наше время мы излечиваем только 25%, потому что сейчас все пациенты в первой линии терапии получают анти-CD20 моноклональные антитела, ретуксимаб, и вы видите в рандомизированных исследованиях, что в исследованиях последних лет процент пациентов, уходящих на аутотрансплантацию, составляет где-то 35%, по сравнению с 50% то, что было раньше, потому что раньше у большего процента пациентов с помощью химиотерапии можно было получить ответ. У пациентов уже резистентных к ретуксимабу в первой линии, а именно об этих пациентах, здесь идёт речь, результаты хуже, и выживаемость без прогрессирования не превышает у них 25%. Если же рецидив произошёл после аутотрансплантации или после нескольких линий химиотерапии в случае первичной резистентности, то полный ответ мы можем достичь менее чем в 10% случаев и даже в отдельных ситуациях не больше, чем в 7% случаев. Это, конечно, никого не устраивает, поэтому идут поиски новых подходов, а новые подходы – это иммунотерапия, потому что она не имеет перекрестной резистентности с химиотерапией и лучевой терапией. К иммунотерапии мы можем отнести фармакологическую терапию, клеточную терапию, клеточной аллогенной трансплантации карта клетки, фармакологические различные моноклональные эндотела, иммуноконъюгаты, ингибиторы контрольных точек и специфические моноклональные антитела. К иммуноконъюгатам относятся из недоступных, но, по крайней мере, о которых мы хорошо знаем и с которыми в отдельных клиниках уже доктора работали. Это инотозумаб, азогомлицин, бринтоксимаб и датин и полутозумаб и датин. Я не буду подробно говорить об инотозумабе, бринтоксимабе, потому что будет сегодня ещё один доклад из нашей клиники, где доктор Олеся Геннадьевна расскажет про эти препараты. Я хочу вам рассказать про какие-то принципиальные моменты. Что такое иммуноконъюгат? В качестве иммуноконъюгата обычно рассматривается иммуноклональное антитело к чему-то конкретному, например, анти-CD22, как инотозумаб, азогомлицин. Обычно это антитело иммуноглобулин G4, потому что именно этот иммуноглобулин способен проникать через мембрану и всасываться в цитоплазму, и там уже распадаться. И к этому иммуноглобулину G4 типа присоединён какой-то либо токсин, либо цитостатик. В результате, в зависимости от того, какой цитостатик присоединён, и происходит какое-то действие внутри клетки. В случае инотозумаба — это двухнятевые разрывы ДНК. В случае брентуксимаба и полотозумаба — это разрыв микротубулярной сети, нарушение расхождения веретена и гибель клетки путём апоптоза. И буквально два слайда я покажу, касающихся исследования второй фазы полотозумаб с бендомустином и ретуксимабом по сравнению с бендомустином и ретуксимабом у пациентов с резистентными рефрактерными формами диффузной и бёбковной клеточной лимфомы. Более подробно на этом исследовании остановится сегодня Смыкова Олеся Геннадьевна. Итак, это тяжёлая группа пациентов, которые получили от одной до семи линий терапии медиана, две линии предшествующей терапии. Пациенты ранее не получали бендомустин, у 25-ти была предшествующая аутотрансплантация, у всех были ретуксимабы, были другие анти-CD20-миноклональные антицелла в анамнезе. Все пациенты, почти все, были рефрактерны в последней линии терапии. Это были пациенты обычно высокого риска, многие имели большую опухолевую массу. И длительность ответа на последнюю линию терапии, если такой ответ был, была меньше 12 месяцев у большинства пациентов. И в результате в двух группах, в контрольной группе бендомустин и ретуксимаб и в экспериментальной группе пулатузумаб, бендомустин и ретуксимаб, там, где был включён пулатузумаб, объективный ответ, полные ремиссии, частичные ремиссии, медиана длительности ответа, медиана беспрогрессивной выживаемости, медиана общей выживаемости была существенно лучше, более чем в два раза, в два-три раза результаты лучше при добавлении пулатузумаба. Таким образом, надеюсь, что в России тоже препарат будет скоро зарегистрирован. Сейчас расширенный доступ проводился в отдельных клиниках нашей страны, поэтому и наш опыт по этому препарату тоже доложит сегодня Олеся Геннадьевна Сынкова. Я хочу вам только сказать, что результаты лучше ситуации, когда предшествующих линий терапии было меньше. Но это и понятно, потому что действующее начало в пулатузумабе является аористатин Е. Это цитостатик, причём очень мощный цитостатик, мало, так сказать, избирательный, действующий на всё. И если есть уже резистентность с химиотерапией, это резистентность выраженная к трём линиям терапии, к четырём линиям терапии, то, конечно, меньше шансов, что эффект будет прекрасный. Но, тем не менее, он всё равно существенно лучше, чем терапия только бендамустином и ритоксимабом. Ну, это относится и к рефрактерности в момент назначения схемы и к большому количеству предшествующих линий терапии. Поскольку получены обнадёживающие результаты и в ландомизированном исследовании, и в нерандомизированном исследовании с полатузумабом, то сейчас проводятся, были организованы следующие исследования. Это комбинация полатузумаба с ритоксимабом, гензаром и оксалиплатином у пациентов с рецидивом нерезистентной формы диффузной баклотко-плечной лифомы. Эту схему могут перенести пациента из старшего возраста, как правило. Поэтому здесь может идти речь и о пациентах-не-кандидатах на аутологичную трансплантацию. И ещё одно исследование, сочетание с классической схемой R-I, классическая схема второй линии терапии вместе с полатузумабом. И это уже исследование, которое рассматривает только кандидатов на трансплантацию геоматологических слабых клеток. Эта комбинация может рассматриваться как мостик к последующей высокодозной химиотерапии. Это будет рандомизированное исследование. Оно уже проводится, результаты пока нам неизвестны. Это наше будущее. Переходим теперь к биспецифическим антителам. Что это такое? Биспецифические антитела могут помогать Т-клеткам как бы приближаться к опухолевым клеткам, связывать их в единый конгломерат с опухолевой клеткой и дальше давать Т-клетке возможность уничтожить опухолевую клетку. Это достигается различными путями. Ингибиторы иммунных контрольных точек вы прекрасно представляете себе. Это пилимумаб, неволумаб, имперолизумаб, отеза лизумаб. И как они действуют, вы знаете. И сегодня в других выступлениях ещё пойдёт об этом речь. Не буду сейчас останавливаться. Анти-CD19 и анти-CD3 биспецифическое антитела. Наверное, классическим представителем является блинутому мак. Правда, в лечении нехожкинских лимфом не получено таких замечательных результатов, как в лечении острого лимфобластного лимфоза. Здесь соединяются вариабельные участки афинные к CD3 и к анти-CD19. Таким образом, опухолевая клетка и Т-клетка вместе соединяются, что даёт возможность теоретически Т-клетке потом уничтожать и лимфомную клетку. И новый достаточно класс для нас — это анти-CD20, анти-CD3 биспецифические антитела, которые представлены в двух вариантах. Формат 1 к 1 и формат 2 к 1. Важно, что в отличие от иммуноконюгатов обычно эти биспецифические антитела представлены иммуноглобулином 1 G и 1 класса. Типичные представители, наверное, мозо-нетузумаб и глофитамаб. В чём суть? Вы видите схему формат 1 к 1. Присоединение происходит за счёт вот этих ножек с вариабельными участками иммуноглобулина. Т-клетка присоединяется соответственно за счёт взаимодействия с пластером CD, дифференцировки CD3. И к опухолевой клетке присоединяется анти-CD20 моноклональный участок биспецифического антитела. Это формат 1 к 1. А формат 2 к 1 характеризуется более сложной структурой моноклонального антитела. Здесь встраивается участочек, вы видите, в тяжёлую и лёгкую цепь, который способен присоединиться к CD3. А оба рецептора присоединяются к CD20 на поверхности B-клеток. Наверное, это более прочная связь B-клеток с опухолевыми клетками, извините, с T-клетками. То есть опухолевые клетки с T-клетками. И так действует это биспецифическое антитело. Результаты немножечко я покажу сейчас. Эффективность этих биспецифических антител проводится и проведено уже несколько клинических исследований. Вы видите, что все они дают обнадёживающие результаты. При индолентных леуформах, при коллекулярных леуформах, в частности, результаты получаются лучше. Например, при агрессивных леуформах тоже имеется и общий ответ, и полные ответы. Существует ещё целый ряд таких же биспецифических антител. Но хочу обратить ваше внимание на вот это новое биспецифическое антитело формата 2.1 Глофитамаб, потому что показана его эффективность не только в монорежиме, причём хорошая эффективность особенно при индолентных леуформах, но также особенно в сочетании с анти-CD20 моноклональными антителами, в частности, с газивой, и в сочетании с ингибиторами контрольных точек, отезолизумабом. И начинается клиническое исследование, где ещё никаких данных не показано, не опубликовано, сочетание глофитамаба с полотезумабом вместе. То есть будущее очевидно иммунотерапии лежит в сочетании различных препаратов. Несколько слов о том, что все лимфомы могут быть похожи друг на друга, и иногда следует искать какие-то общие черты и экспрессии общих генов, какие-то другие генетические и молекулярно-биологические особенности. И именно это произошло с первичной медиастинальной бэкбурно-клеточной лимфомой. Выяснилось, что у этой лимфомы высока амплификация локуса 9P24.1, которая очень характерна для классической лимфомии Кочкина. И также, как при классической лимфоме Кочкина, можно выявить гиперэкспрессию PDL1 и PDL2, в результате чего, как вы знаете, могут быть эффективны ингибиторы иммунных контрольных точек у этой группы пациентов. Но более того, сочетание брентуксимаба, таргетного препарата, вместе с иммунопрепаратом даёт очень хороший ответ 73% с 37% полной лимфи, чего не удавалось достичь при применении этих препаратов отдельно. Ещё один аспект, на который хочу обратить ваше внимание, что появляются новые ингибиторы иммунно-контрольных точек, и одним из таких новых для нас ингибиторов является макрофагальный ингибитор иммунно-контрольной точки, макрофагальный иммунно-контрольной точки анти-CD47. это кластер кластер CD47 посылает соответствующий сигнал на опухолевую клетку, посылает соответствующий сигнал макрофагу, который называется «Не ешь меня, don't eat me», и в результате макрофаг не может уничтожить опухолевую клетку. Это моноклональное антитело 5F9 блокирует так же, как это делает эпидели-1, только там другой синапсис, блокирует эту связь, и макрофаг приобретает способность к уничтожению опухолевых клеток. Особенно это проявляется при совместном применении с ритоксимабом. И ответы очень обнадёживающе будем ждать дальнейших результатов. Что касается клеточной терапии, то как и аутотрансплантация, так и аллогенная трансплантация в лечении непочечных клеток имеет место. И потихоньку количество этих трансплантаций в Европе увеличивается. Увеличивается оно потому, что удалось снизить нетрансплантационную летальность в этой группе пациентов и таким образом увеличить и общую выживаемость. Вот по большому исследованию, совместному исследованию двух регистров, трёхлетняя беспрогрессивная выживаемость составляет 38% с 46% трёхлетней общей выживаемости. При меньшем периоде наблюдения в нашем центре мы тоже видим, что этот метод эффективен, но проблема у нас состоит в том, что мы не можем резистентных пациентов подготовить к коллагенной трансплантации гемопатических сплавных клеток. А при большой опухолевой массе этот метод лечения, к сожалению, не работает. И здесь мы можем рассчитывать на картотерапию, о которой вы видите предварительные результаты, которые сейчас опубликованы, о которых нам подробно в следующем докладе расскажет Борис Фезе. И в заключении выделение новых молекулярных генетических вариантов лепом даёт нам предпосылки для прогнозирования и для создания новых мы ждём результаты клинических исследований по использованию таргетных иммунопрепаратов первой линии терапии как при индолентах, так и при агрессивных линкомах. Полутузумаб в сочетании с ЧОП наверное является хорошим перспективным препаратом и ждём сможет ли он стать стандартом новым стандартом золотым стандартом первой линии терапии. Иммуноконюгаты и деспецифические иммуноклональные антитела могут широко использоваться для лечения диффузных и баклеточных линкомов при фрактерных форм. Исследуется, будет исследоваться, уже начинает исследоваться их роль как бридж-терапия к ауто-трансплантации, а может быть и коллагенной трансплантации. Клеточная терапия обладает излечащим потенциалом, но и будущее наверное за комбинацией различных таргетных и иммунных препаратов. Большое спасибо всем. Субтитры создавал DimaTorzok